23 января на Кубани стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В рамках месячника в нашем районе и по всему краю пройдут конкурсы военно-патриотической песни, встречи с ветеранами, в школах пройдут, уроки мужества, акции памяти, автопробеги. Военно-патриотический марафон продлится до 23 февраля. Цель проведения месячника – военно-патриотическое воспитание молодежи на героической истории и традициях российской армии. Формирование личности гражданина, защитника Отечества и патриота. В этом году он проводится под девизом «От былых побед к олимпийским медалям». В нашем районе открытие месячника прошло в торжественной обстановке. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, представители общественных организаций, учащийся школ. Предственным словом перед собравшимися выступил глава Славянского района Роман Сенеговский. В памяти героев, чувством глубокого уважения к старшему поколению и желанием воспитать в наших детях патриотизм и гордость за свою малую родину, мы традиционно в начале года открываем месячник оборонно-массовой и патриотической работы. По сути, это старт на предстоящий год всей нашей работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 2014 год – юбилейный. В этом году россияне отмечают 70-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. В преддверии такой значимой даты, как никогда, важно напомнить нынешним поколениям о героическом прошлом нашей страны. Научить молодежь быть настоящими патриотами своей родины, ценить и беречь мирное небо над головой. Сегодня такая дата, где мы отмечать должны и проводить в течение месяца патриотическо-воспитательную работу. Я хочу сказать одно, что вся наша молодежь, все наши жители нашего государства будем праздновать 70-летие нашей победы. Это люди, те, которые прожили 70 лет, не знают, что такое война. Это разве плохо? Это же ведь хорошо, что 70 лет одно какое-то поколение прожило вот такой срок. В рамках месячника военно-патриотической работы в нашем районе запланирован целый ряд мероприятий, в которых будут задействованы школьники, студенты, жители города и района. Я думаю, это полезно молодежи знать, за что боролись наши деды, за то, что вся их работа была проделана не зря. И что мы должны гордиться своей страной, что мы сломили все-таки врага в 45-м, что мы сейчас живем под мирным небом и должны быть благодарны тем поколениям. И мне кажется, нужно в нашем городе развивать, поддерживать это, чтобы все знали. Военно-патриотическое воспитание играет огромную роль в подготовке подростков к военной службе. Кроме этого, это способ привлечения молодежи к регулярным занятиям спортом, предупреждения о правонарушении среди подростков. Учащийся лицея номер один Виктор Кравченко уже давно посещает Славянскую воинскую часть, где проводятся занятия по военно-патриотическому воспитанию. Я вот летом уже два года подряд хожу в нашу воинскую часть, там проводится летняя площадка, там патриотическое воспитание. И это очень интересно и полезно для общего развития умственного и физического. После торжественного открытия месячника состоялся концерт с участием творческих коллективов Славянского района. В этот день звучали песни только на военно-патриотическую тематику. Завершится месячным 23 февраля в День защитников Отечества.